Экзистенциальная угроза со стороны НАТО – одна из любимых страшилок Кремля и подконтрольных ему пропагандистов. Путин и его окружение годами демонизировали образ альянса, абсолютно точно зная, что НАТО не планирует нападения на Россию. Кремль держит россиян в страхе перед якобы грядущей войной с Западом. Это удобный предлог для того, чтобы оправдывать всё – от нищеты собственных граждан до агрессии России по отношению к другим странам. Для Путина в первую очередь НАТО – это повод для того, чтобы совершать те или иные военные преступления, агрессию против соседних стран, оправдывать свои военные преступления также, конечно же, мол, мы вынуждены идти на эти шаги, потому что нам угрожает именно Североатлантический альянс. И в целом оправдывается, безусловно, то, что колоссальная часть бюджета Российской Федерации направляется именно на силовые структуры, на военно-промышленный комплекс, на армию и так далее, а не на поддержание экономики, на повышение благосостояния населения и так далее. В Москве утверждали, что ответят на расширение границ альянса. Не пустим НАТО на границе с Россией, повторяли кремлевские пропагандисты, оправдывая полномасштабное вторжение России в Украину. Однако после неудач российской армии на поле боя в Украине оплом Кремля поутих. Безусловно, Россия – это политический, экономический и военный лузер. Ее неизбежно ждет катастрофа. И НАТО не испытывает на конвенционном уровне теперь уже какой-либо угрозы после того, как ВСУ уничтожила Рейх, насколько можно, и увидела, что это колосс на глиняных ногах. Это не только никакая не вторая армия мира, а это и есть армия вообще второго сорта среди армии. Она даже ни в коем случае ни на йоту не приближается к США, Британии, Франции, Германии, Израилю, Турции. И счастье России, что она не получила от Турции ни в Сирии, ни в Карабахе. Изменилось и отношение НАТО к российской армии. Если раньше ее называли второй в мире, то сегодня аналитики отмечают неспособность россиян успешно продолжать наступление в Украине. Помогают и санкции, введенные Западом, которые буквально уложили российский ВПК на лопатки. К счастью, Российская Федерация в ближайшие 10 лет не способна ничем удивить даже саму себя, потому что их ВПК, их экономические возможности, их технологические возможности, их уровень, ноу-хау не позволяет им даже достичь в течение следующих 10 лет уровня, который они имели по состоянию на 24 февраля 2022 года. Они даже не смогут изготовить свои якобы современные, будто бы не имеющие аналогов, самолеты Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31, потому что у них нет уже доступа к технологиям, у них нет доступа к комплектующим, у них нет доступа к микросхемам, к чипам, к оборудованию, которое они спокойно до 2022 года покупали у Германии, Франции, Британии и даже в США. Эксперты утверждают, до окончания войны с Россией Украина вряд ли станет полноправным членом альянса, однако стандарты украинской армии постепенно приближаются к натовским, а опыт и боеспособность во многом превосходят. На сегодняшний день не столько Украина уже должна хотеть вступить в НАТО, сколько НАТО должно желать, чтобы Украина вступила в его ряды, поскольку на сегодняшний день украинская армия уже доказала, что она по своему милитарному потенциалу на голову превосходит. Большинство армий НАТО и не только превосходит, но и помимо всего прочего, еще и может кое-чему и научить. Лариса Зубенко специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.